Слава Иисусу Христу, слава навеки Богу Святому! И ни в ком другом нет спасения, дамы и господа, братья и сестры, ибо нет другого имени под небом данного нам людям, которым надлежало бы нам спастись, которым спасены, которым спасаемся. Приветствую всех из города Киева, с Волчьей горы. Здесь такое историческое место, некогда это было далеко за городом, ныне это в самом городе уже, возле станции метро Дарница и станции метро Черниговская, так примерно по дороге, улица Малышка. И здесь это Волчья гора, как раз то место, где Нестеров свои подвиги совершал. И в общем-то, да, насчет такого места, историческое ныне, даже здесь сосна из Нестерова, храняется написано государственным законом, да. Историческая такая, историческая память. Да, друзья, но эта Волчья гора, она, знаете, мне памятна, ну, конечно, Нестеров, это и есть Нестеров, да, и те древние летчики, уже больше ста лет назад здесь летавшие и учившиеся, вот как бы там, значит, этим полетом здесь, ну, конечно, это их там заслуги определенные, но я пережил здесь такое сильное прикосновение Божье в конце прошлого года осенью. И здесь на Волчьей горе делился тем, что, тем откровением, которое получил я от Господа, я верю, это было во сне, значит, что три слова, звучало три слова, которые, знаете ли, они теребили мою душу, они успокоили меня, они мне дали вдохновение. Когда слово от Бога приходит, то это каждый раз, ну, такое чудо, которое, ну, памятно, во-первых, годами, порой всю жизнь, на самом деле мы помним, вот, что произошло, как Бог так проговорил нашу жизнь, во сне или наяву ли, в разных это бывает обстоятельства в жизни верующего человека. Каждый верующий может рассказывать об этом, вот, я думаю, что и многожды расскажет о подобных переживаниях Божьего Слова. Порой читаешь Библию, Божье Слово, и вдруг посещают, знаете, такое вдохновение такое, ты понимаешь, что это не просто слово, сказанное тысячелетия назад, а что это слово, которое сказано к тебе лично, вот, это настолько окрыляет, настолько вдохновляет, что просто порой действительно переворачивает всю жизнь с головы на ноги, в нормальное состояние человек приходит, слава Богу. А порой и во сне бывает подобное откровение. Здесь вот мы жили на малышка, вот, напротив, я вот даже вижу дом сейчас, где мы жили пятиэтажку, малосемейка, вот, в маленькой ютилии с такой комнатушки, одна комната, такая сидячая ванна, кухня, где только лишь вдвоем можно было находиться максимально, вот, там одному-то тесно было, вот, и, ну, собственно, да, и балкон, значит, это, по сути, комната была лишь как спальня, вот, а в течение дня мы находились на улице, да, и я помню, пастор Андрей, один из пасторей тогда приезжал к нам, заезжал в гости, посмотрел, как мы живем, и говорит, да, я сегодня видел точно жилище святого, да, слава Богу, потому что, на самом деле, хоть в тесноте, да не в обиде, наоборот, в радости, в любви такой, и вот здесь вот, пока мы жили, памятно было именно чудесами тоже божьими, особыми откровениями такими от Бога, вот, слава Богу, очень памятно все это, вот, но хочу поделиться вот тем, что на Волчьей горе, и здесь я рассказывал в конце прошлого года, во сне прозвучало вот таких три слова, слова и с таким, как бы, отголоском, как эхом, не эхом, но как бы, как продолжением некоторым, вот, и когда это прозвучало, я просто, я там чуть не грустился с этой встадушки, на которой спал, просто я действительно настолько был в таком воодушевлении, возбуждении, что даже это, ну, уму непостижимо, вот, три слова, я мучился тогда очень сильно пред Богом и ожидал, действительно, что делать дальше, в безвыходности такой, в очередной был, как человек, ну, любовь бывает в этой жизни земной, я был, как родитель, безвыходом в таком положении, дочь старшая вышла замуж за человека верующего, служителя протестантской церкви, и он из бывших зависимых, и у него было, как вот называют это, срыв, не срыв, но вот он вновь стал пьянствовать, пьянка, наркотики, блуд, значит, и стал избивать жену свою, нашу дочь, и я, как отец, был просто, ну, настолько, когда все это вдруг узналось, дочь таила, ничего не рассказывала, потом все это узналось, рано или поздно все тайное всплывает, все, и я был просто, ну, в таком ужасе просто, знаете, лучше меня бы там сотни раз побили бы, чем вот дочь, и вот так вот, в таком, представляю, какое горе, в постигнутой семью, вот, ребенок растет, наш внук, вот, вот только-только из этого стресса выходит человек, вот, просто настолько вот это ужасно, когда вот страдают и дети, и все, семья трещит по швам, вот, и знаете ли, Бог помиловал семью их, слава Богу, и нашу семью Бог помиловал, вот, и ныне зять прошел реабилитацию в одном центре, в другом центре, в Воронеже, в Тульской области, и слава Богу, сейчас на адаптации, там, как восстановление, в служении находится уже, слава Господу, вновь служит людям, вот, и через него люди получают другие, я так понимаю, освобождение, как раз, вот, от зависимости различных, он снова в служении, слава Господу, но тогда было пережить очень сложно все это, честно говоря, просто было очень сложно пережить, и три слова, которые потрясли меня во сне, прозвучали, как раз вот перед пробуждением самым, как бы, они меня, собственно, и пробудили, как бы, эти три слова, вот, первое слово было такое, я люблю тебя всегда, твой, и как, как отзыв такой, твой небесный папа, папочка, оно, как бы, как звучало, как эхом, вот это, я люблю тебя всегда, но, как бы, так было сказано во сне, знаете, вот, так вот, четко и, как бы, ну, громко, не громко, но достаточно так вот, сильно, а вот это вот, твой небесный папа, папочка, это, как бы, как вот, отзывком таким, как эхом, что ли, не знаю, назвать это, вот, тоже слышно, но не так ярко, не так сильно, но очень нежно трогательно вот за душу трогательно знаете ли вот потом второй раз второй голос прозвучал ну как бы тот же голос только второе второе слово а леда да здравствуйте да 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 ага так а ничего страшного ничего ничего а где это на фейсбуке да это или где-то а вайбер вайбере а хорошо я посмотрю да понятно бывает не ну я и на женские конференции бывают уже проповедую бывает так что хорошо благословляю всех ваших женщин вот и вот я думаю что скоро буду снова с интернетом сейчас вот я сейчас насчет сейчас на улице просто вот был буду дома буду с интернетом и тогда выйду из этой группы хорошо спасибо ничего ничего страшного все нормально да я тоже самое бывает бывает путаю вот и тоже большой телефон значит смартфон и никак не могу с ним разобраться до конца вот то одно путаю бывает то другое то не тем сообщение посылаю тоже тоже бывает такое у меня учусь тоже а а кстати а в это воскресенье у нас собор будет приходите вот 19 августа на клубскую на клубская а а а а а а а а ну слава богу так что буду рад с ним познакомиться как зовут его андрей слава богу буду рад очень скажите что очень рад буду пусть приходят но вот на клубской первомайского 6 вот вот там да 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 пусть приходит не стесняется пусть даже интересно пообщаться так вот даже а ну понятно богу нужно сердце его в первую очередь да хорошо хорошо все туда с богом благословляю вас благословляю всех женщин ваших там всех там да а а здорово да хорошая церковь слава богу а понятно понятно ничего ничего страшного пусть бог благословит вас все с богом слава богу слава богу ага ага пусть бог благословит ваш сон написано возлюбленному своему дает сон аминь а так все с богом с богом да слава богу вот тоже у меня тоже бывает так что вот сестра позвонила с харьковской области вот значит и меня она нечаянно включила на вайпере в этом в такую рассылку или как назвать это общение женщин верующих вот но я там уже там сейчас дойду удалюсь из этой рассылки из этой сообщества бывает такое да но по любому это как повод познакомиться и помолиться за этих женщин во имя иисуса христа аминь и вот о чем я становился дамы и господа братья и сестры вот три слова которые я огласил здесь на волчьи горе значит на малышка вот здесь вот возле утра черниговская тогда в конце прошлого года первое слово он сказал этот голос что он меня любит и представился что это мой небесный папа папочка я люблю тебя всегда одним словом так было сказано твой небесный папа папочка а потом голос продолжил вторая второе что прозвучало вторым это было следующее я искупил тебя твой брат иисус христос оно вот это вот я искупил тебя было так вот ну достаточно громко как бы так четко а вот это вот потом как отзвук не отзвук эхо не эхо я не пойму но это не передать прям вот здесь нет наверное на земле это невозможно передать вот 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 как оно прозвучало настолько потрясающе вот я искупил тебя а потом вот этот твой брат иисус христос как отзву как вода что ли не знаю как назвать даже вот это тоже голос но не так уже громко вот а потом третье прозвучало следом сразу же третье прозвучало я всегда с тобой и вот как отзвук такой божий душ святой ой это вот настолько вот это вот настолько потрясающе я вот этим укрепился тогда словом даже внешне конечно ничего не изменило все было так же плохо вот с детьми и по-человечески так же не было никаких ну решений ответов но вот это слово которое прозвучало знаете ли эти три слова даже точнее они просто изменили меня укрепили вдохновили вот и дали силы вообще пережить все это весь этот ужас кошмар который как родители я переживал тогда вот и знаете ли и сегодня спустя эти месяцы многие там уже когда все уже другие обстоятельства да знаете ли я знаю что несмотря ни на что вот именно слово от господа оно животворит божье слово оно как бальзам животворный такой для нас вот для души моей слава господу благоставление всех вам божьих дорогие друзья благоставляю всех вас во имя господа иисуса христа аллилуйя спасибо тебе господь да и вот как я сестре сказал сейчас по телефону вот этой с Харьковской области что действительно в этом воскресенье остается три дня меньше уже до этого собора сегодня четверг пятница суббота да а воскресенье 19 августа собор здесь в Киве на Кловской как обычно проводим служение и это будет уже соборное служение вот преображенский собор одним днем проведем это мероприятие очень важное такое вот преображение тема преображения Господне преображение жизни верующего человека каждого верующего потом преображение наших семей общин церквей конфессий и преображение также темы или преображение вообще всего тела Господа Иисуса Христа церкви его всей вселенской всеобщей аллилуйя спасибо тебе Господь благослови Боже всемогущим да благословит тебя Господь и сохранит тебя да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир во имя Иисуса Христа аминь благословляю всех вас дорогие братья и сестры братья и сестрички дочечки и сыночки небесного нашего папочки нашего любимого отца небесного который так возлюбил мир этот что отдал сына своего да во всякие верующие в него не погиб но имел жизнь вечную Бог во Христе примирил с собой весь мир не вменяя людям преступления их и дал нам слово примирения это потрясающее слово примирения слово евангельское евангельское слово аллилуйя аллилуйя да благословляю всех вас во имя Господне и пусть преображение будет от Божьего Духа в наших судьбах в судьбе каждого из нас вот и пусть слово Божье животворное оно приходит в нашу судьбу вот глубже и глубже в наше естество в наше сознание подсознание в нашу душу вот и преобразует нас преображает нас в божественный этот образ аллилуйя спасибо тебе Господь благословенный Бог наш аминь так что так вот да молюсь сегодня благословляю всех вас дорогие друзья с Киева с Волчьей горы улица Малышка божьей милостью архиепископ Сергей Журавлев реформаторская православная церковь Христа Спасителя мир всем вам да и хочу напомнить вот этот номер на который сейчас сестра звонила эти два номера у меня здесь прямо на телефоне сразу два номера украинских оба этих номера они действующие и оба этих номера вы можете пополнять вот значит и тем самым тоже финансово участвовать в моем служении Господу один из них лайф другой Киевстар вот диктую первый номер лайф 093 55 999 2 1 легко запомнить да он такой интересный номер который мне подобрали 093 55 999 2 1 можете набрать если что перезвонить уточнить вот значит потому что я могу выслать еще карточку у меня есть карточка банковская вырез как же называется приват приват банк вот спасибо нашему акцию Максиму сделал мне карточку такую вот вот и второй номер мой который можно тоже пополнять это номер Киевстар 096 96 2 6 6 75 еще раз повторяю 096 96 2 6 6 75 вот и лайф не забудьте тоже выполняйте 093 5 5 5 9 9 9 2 1 вот и конечно же в первую очередь друзья молитесь молитесь о служении вот Бог доверил такое очень непростое мне самому до конца честно говоря непонятное служение вот для меня самого больше вопросов до сих пор нежели ответов вот в чем же мое служение оно очень странное было бы проще конечно чисто по-человечески так примкнуть какой-то уже существующей конфессии динаминации вот очень сложно порой на самом деле морально сложно вот таким и духовно и душевно всячески вот телесно вот сложно именно быть по сути вне конфессии всех динаминации христианских хотя с другой стороны да это имеет плюс потому что даже те церкви общины конфессии динаминации которые между собой не общаются вот я имею возможность приходить к ним и благовествовать о Христе молиться вместе вот слава Богу вот сейчас допустим эта сестра которая позвонила она представилась на церкви Эммануил вот слава Богу представляете значит там другие церкви там харизматические писиатнические паптистские адвентистские методистские лютеранские вот значит там разные-разные конфессии динаминации такие евангельские протестантские и все благодаря вот моему такому служению вот такому реформаторскому евангельскому православному служению вот подвизаются ныне в молитвах о православии и о всем теле Христа конечно вот на мой взгляд это служение чем еще имеет все-таки ну прелесть важность такое что помогает людям как бы не ограничиваться своими конфессиональными рамками барьерами вот в этом наверное ну большое такое скажем так большой плюс конечно для вот верующих слава Богу вот одним словом чтобы не было такого сектанства знаете когда вот только моя хата с крови говорит я ничего не знаю когда моя конфессия самая духовная самая правильная или почти самая правильная там ну все вот это сектанство оно слава Богу разбивается словом Божьим и общением с христианами других конфессий деноминаций с другими верующими и когда я бываю в разных церквях разных конфессий деноминациях я везде рассказываю о моем возлюбленном Господе Иисусе Христе указываю и доказываю что ни в ком другом нет спасения для нас ибо нет другого имени под небом данного нам людям которым подвижало бы нам спастись которым спасены которым спасаемся которым я спасен которым я спасаюсь и это очень важно что люди слышат это вот когда от своих конфессиональных проповедников это хорошо вот но когда слышат со стороны особенный плюс бывает как раз в деле Евангелия я это вижу и это знаю уже не понаслышке из своего уже более чем двадцатилетнего реформаторского евангельского православного служения знаю очень много примеров уже да больше тридцати лет несу служение православное как церковнослужитель священнослужитель православный вот из них уже больше двадцати лет да я потому что менее десяти лет несу служение в традиционном православии московского патриархата русской православной церкви вот а значит сейчас уже больше двадцати лет несу служение именно реформаторское евангельское православное служение пред Господом несу слава Богу аллилуйя спасибо тебе Господь благостовляю всех молитвенников спасибо всем огромное за поддержку служение моего включите ваши святые молитвы вот ежедневные еженедельные там молитвы ваши ваши церковные ваши индивидуальные молитвы очень Богу благодарен не забывайте в шесть утра по киевскому времени подключайтесь на утренние молитвы вот сестра сказала по телефону опять-таки что значит она в шесть утра не получается не подключиться но она попозже подключается и потом пересматривает вот это очень важно совершаем это с причастием с хлебопиломлением я каждое утро причащаюсь но стараюсь и в трансляции делать причастие чтобы вот таким образом дисциплинировать тоже народ Божий и себя самого именно в рассуждении о теле крови Господа Иисуса Христа чтобы утверждаться в этом в силе крови Господа Иисуса Христа сила Божья чудотворная в крови Христа сила Божья животворная в драгоценной крови Христа Слава Богу благоставляю всех вас Божьей милостью архиепископ Сергей Журавлев реформаторская православная церковь Христа Спасителя мир всем вам и благодать да умножится Аминь Аллилуйя Слава Богу Слава Богу